День транспортной полиции Наша семья Корзун. Я Максим, Александра, дочь, Светлана, жена и маленькая наша Маша, дочка. Мы знакомы с 99-го года. В 99-м году мы оба пришли на работу в Центральной РОВД, в Следственный отдел. Некоторое время мы там поработали в Центральном, после этого Светлана перешла в Транспортную полицию. Я еще некоторое время работал в Главном следственном управлении и в итоге все равно тоже пришел в Транспортную полицию. Профессия мной выбрана не случайно, так как мой отец работал в следственных органах, его оба брата работали в милиции, один из которых непосредственно в Транспортной полиции, милиции тогда работал еще. У Светланы также оба, и мама, и папа работали в органах в Центральном РОВД, а затем далее. То есть мы как бы уже, у нас династия образовывается. Не кривя душой, можно сказать, что мы как бы на хорошем счету в нашем отделе. Вот и поощряют регулярно. Много дел у нас расследовано именно вдвоем. Да, вот у нас группа как бы следственная создавалась. И мы как бы друг друга дополняем, у нас получается все быстрее и лучше. Вне работы у нас бывает мало. Работа такая. Вот. Ну, как только свободное время появляется, на коньки, на лыжи. Ну, в парк. На природу. Он у меня рыбак. Ну, это с детства я вырос в деревне, в Павловском районе. Как бы с детства занимался, увлекался рыбалкой. Поэтому до сих пор увлечения сохранились. Рыбачит у меня практически вся семья. То есть дядя, тетя, мама. То есть мы ездим большой семьей. Выезжаем вместе с женами, с детьми. Как бы, ну, увлекаемся, просто отдыхаем. То есть не ради большого улова, а так в качестве отдыха мы... Сам процесс. И ездим на рыбалку. Мне показалось, что интересно рыбачить. Рыбки прикольно. Рыбу не жалко? Рыбу жалко. Я ее отпускаю. Светлана, вы увлекаетесь шитьем? Ну, жить без этого немало. Даже вот работа как бы много времени отнимает, но я лучше меньше посплю. Ну, и шить мне больше нравится, конечно, для дочери. Пока для одной, второй пока не шила. Вот, ну, стараюсь на все праздники. Что-нибудь нарядненькое. Ну, конечно, детям и фантазию можно включить, и цвета яркие. Так что, ну, новогодние костюмы тоже у нас всегда. Мы летали на Кубу. Здорово, конечно, там было. Вот. Ну, сейчас, конечно, никуда мы не поедем. Может быть, в горную, на машине. Ну, это в ближайшее время. А в будущем, в принципе, мы хотим... Есть много стран, которые мы хотели посетить. Одна из которых Индия. Мы там были еще в такое время, что попали на карнавал. Очень красиво. Там полицейские, кстати, устроили целое шоу на мотоциклах. Вообще красота. Не хотите перенять опыт сюда? Он все бы отдал за мотоцикл. Это единственная, наверное, мечта, которая у него осталась. Машина – это средство передвижения. А мотоцикл – это просто мечта. Взять себе хорошую фонду. Дочь Саши – это наша гордость. У нее много занятий, кроме школы. Она занимается в хоровой студии «Радуга» при школе. Разучит всякие песни красивые. Занимается в театре эстрадных искусств «Сэндис». Там у нее музыкальная школа, уроки фортепиано она берет. У нее есть уже одна сольная песня. Муж всегда, когда день рождения, 8 марта, утром просыпаемся, его нет, появляется с цветами, с тортиками. Удивляет. Мы тоже стараемся ему сюрпризы делать. Главный мой подарок – это, конечно, дочечка, которая родилась именно 6 апреля. Ну, умеет все, что по возрасту положено. Очень много разговаривает. В больницу придем, все детки молчат, она лопочет. Вообще не замолкает. Всяко-разно. Она готова разговаривать и разговаривает. Помогаю маме заниматься с Машей, играю с ней в прятки. Или я книжку беру и ее спрашиваю, где Котя. Она пальчиком показывает. Когда разговаривали, я говорю, может быть, Маша. Он говорит, ты откуда знаешь. Мама, когда я был маленький, говорит, вот родится у тебя дочка, назовешь ее Машенька. Бабушки у нас обе Маши. Поэтому как бы тут вообще без вариантов. Сережа еще нужен. Опять же, про увлечение. Являюсь хоккейным болельщиком, то есть команда «Авангард», «Омский авангард». Стоянно смотрю все матчи, переживаю, болею за них. То есть уже давно это увлечение у меня. И мечтаю о сыне Сергея, который будет хоккейским. И да простит меня мои руководители, я, скорее всего, соглашусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова